Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире заявление Центральной избирательной комиссии Республики Западной Армении. Сыны Западной Армении – Манук Саакян. Вопросы армян – Западная Армения. В Самассате обнаружена высеченная в скале гробница II века. Грузовики гуманитарным грузом ожидают въезда в ворцах. Из Баку звучат бесчеловечные и циничные заявления. МИД Армении. Убивающий мечом умирает от меча. Раймонд Перберян. Чемпионат Европы до 23 лет. Гарник Чулакян завоевал золотую медаль. Центральная избирательная комиссия Республики Западной Армении сообщает. В январе 2024 года состоятся президентские выборы. В выборах могут принять участие граждане Западной Армении возрастом от 35 лет до 80 лет, имеющие гражданство Республики Западной Армении не менее 10 лет. Крайний срок подачи заявок 15 июля 2023 года. Центральная избирательная комиссия получила одно заявление. Заявитель нынешний премьер-министр Западной Армении Седа Меликян. С 2008 года Седа Меликян является гражданкой Западной Армении. Родилась в 1946 году, имеет высшее образование, опыт работы более 50 лет. В том числе имеет большой опыт политического деятеля. С заявлением представлены необходимые документы. 27 июля 1992 года во время ожесточенных боев за завоевание высот Мохратаха погиб Саакян Манук Саркисович Манч. Храбрый воспитанник командира Леонида Асгалдяна, уважаемый Азатамартик, отличался точным и безошибочным ударом, словно орел. В своем последнем бою Манук с боевыми товарищами застает врага врасплох. Переходя в наступление, битва заканчивается победой наших солдат. Радость победы, увы, Манук не застает, погибнув от заговорческой пули врага. Мануку было всего 23 года. По этому случаю президент Арминак Абрамян сказал следующее. «Манук пал в нескольких метрах от меня. Я его никогда не забуду». В Константинополе молодые люди, контролирующие язык граждан, очень быстро вышли из-под контроля. В общественных местах в транспорте люди, не говорящие по-турецки, подвергались физическим преследованиям, избиениям и насилию. О зверствах, совершаемых националистической молодежью в общественных местах, можно узнать из статьи 1960 года известного журналиста того времени Джихада Бабана. В статье, опубликованной в газете УЛУС, описывается, как на корабле молодые люди жестоко избили представителя национального меньшинства, который, осмелится говорить, не на турецком. Известный журналист, отражая атмосферу того времени, отмечает, в те времена подобные события происходили часто. Начальный этап программы «Соотечественник, говори по-турецки» длился три месяца, повысив уровень туркоязычия и еще больше усилив атмосферу страха среди меньшинств. Также отметим, что националистическая программа в дальнейшем повторилась. По мнению турецкого историка-исследователя Айше Геста, первый этап «Соотечественник, говори по-турецки», быстро завершился. А уже начавшийся в 1933 году второй этап длился дольше. Нападения и репрессии были более жестокими, в результате чего представители меньшинств были вынуждены сделать публичные шаги. Так, евреи того времени из Бурсы, Тигранакерта, Килики, Анкары, Эдерне и Кирклорелии провозгласили родным языком турецкий, собственноручно повесив в общинных структурах плакаты «Соотечественник, говори по-турецки». Проживающие в Константинополе некоторые армяне, греки и евреи заявили, что основывают организацию «Союз распространения турецкого языка», задачи которой были ясны уже по названию. При строительстве оросительного канала в Самосаде обнаружена скальная гробница II века. Во время экспертизы на территории раскопа в гробнице обнаружены различные предметы – человеческие кости, три ниши, браслеты и серьги. Машинист, выполнявший буровые работы, случайно заметил гробницу, сообщив дирекции музея. Изучив территорию, выяснилось, что высеченная в скале гробница датируется II веком. Для детальной экспертизы найденные предметы доставлены на территорию музея. Колонна грузовиков с гуманитарной помощью Армении Арцаху все и все ждет на Бердзорской дороге. Из Баку делаются циничные заявления, игнорирующие решения суда ООН. Об этом в микроблоге Twitter написал заместитель министра иностранных дел Армении Ван Костанян. Добавив, из Баку звучат бесчеловечные и циничные заявления о том, что игра окончена. Напомним, 26 июля два десятка грузовиков с гуманитарной помощью доставили из Армении 400 тонн гуманитарной помощи до Корнедзора. В Трабзоне армянских детей перевезли на корабль, бросив море как отход. В Ване и Тигранакерте родители были вынуждены вырыть большие ямы, похоронив детей заживо. Колодцы с водой уже были заполнены трупами. По реке плыли обезображенные трупы. Я останавливаюсь комком в горле. Если захватчики наших земель признали их принадлежащими армянскому народу, то более чем смешно отрицать наше тысячелетнее существование на этой земле. Кто-то сказал, ты можешь убить мою плоть, но не можешь убить мою волю. И вот мы в очередной раз стоим и требуем наше от народа, который не только украл наше богатство, уничтожил большую часть наших исторических реликвий, уничтожил наш интеллектуальный потенциал, но и пытался стереть нашу идентичность. Турция не должна спать спокойно, так как армянин не дремлет. Бог велик. Они смогут стереть все следы, доказывающие абсолютную принадлежность нашей тысячелетней Армении, но не смогут стереть пролитую кровь наших мучеников на собственной земле, очистить страну от костей наших предков. Пусть Турция поймет. Мы – диаспора воскрешения наших мучеников. У них с нами есть старые щита. Все приходит в свое время, даже если это не было запланировано. Раймонд Рубен Берберян – гражданин с корнями Западной Армении. Гарник Чулакян стал золотым призером чемпионата Европы по атлетике до 23 лет, который проходит в Бухаресте. В весовой категории до 61 килограмма Чулакян поднялся в сумме двоеборья 255 килограмм 140 плюс 255. В рывке и толчке Чулакян также удостоился малых золотых медалей. В борьбе до 20 лет представитель Армении Меружан Ягуян весовая категория до 61 килограмма, в двоеборье с результатом 254 килограмм 110 плюс 144, стал бронзовым призером. В толчке Ягуян также завоевал малую серебряную медаль. На проходящем в Бухаресте чемпионате первую медаль Армении ранее завоевал Сейран Худанян 55 килограмм. В борьбе до 20 лет Худанян с результатом двоеборья 216 килограмм 95 плюс 121 поднялся на третью ступень. В почетной площадке став бронзовым призером. В толчке Худанян также завоевал малую бронзовую медаль. Молодежный чемпионат Европы проходит с 23 июля по 3 августа. И в завершении новостей послушаем Диабекирский кочари в исполнении ансамбля «Ганзасар». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!